Дортмунд после атаки. Футболисты клуба Баруси, которые вчера проиграли соперникам из Монако, критикуют УФА, а полиция ищет и задерживает виновных в нападении на автобус этой команды. Все подробности знает Татьяна Лагунова. 2-3 в пользу французского клуба Монако. Спустя сутки после нападения на их автобус, игроки Баруси и Дортмунд вышли на поле и уступили соперникам. В проигрыше футболисты обвиняют УФА, а, дескать, федерация могла бы повременить с матчами, дать игрокам время прийти в себя. Центральный защитник Марк Бартера ранен и прооперирован, остальные игроки в шоке, а нужно играть. Ведь Лига чемпионов – самый престижный клубный турнир Старого Света. Тренер Баруси и Томас Тухель сразу же после матча заявил, команда не была готова выходить на поле. Нам прислали смс, что решение принимает УФА в Швейцарии. Буквально через несколько минут после взрывов стоял вопрос, можем ли мы играть. Было такое чувство, что с нами обращаются, как будто в автобус бросили банку из-под пива. А через полчаса уже было решено, что мы играем на следующий день. Тренера поддержали и игроки. Ночью, накануне игры, я не спал и часа, а это не лучший способ подготовиться к такому матчу. Я пытался отвлечься, пытался успокоиться. В УФА на критику ответили, дескать, дата и время проведения матча были согласованы с обеими командами. Тем временем полиция продолжает расследование в деле о нападении на автобус Баруси. Пока что основная версия силовиков теракт уже есть и арестованный исламист, связанный с ИГИЛ. Задержан гражданин Ирака Абдулла Бессет. Он прибыл в Германию в прошлом году из Турции. По данным спецслужб, в Ираке мужчина командовал одним из подразделений исламского государства. Он поддерживал связи с террористами и после приезда в Германию. Впрочем, доказать его причастность к атаке на автобус Баруси полиция не может. Или же просто пока не разглашает всей информации. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.